Открытое письмо в защиту органа. Красноярские музыканты, архитекторы, педагоги и депутаты обратились к правительству края. Они просят сохранить единственное в Красноярске здание органного зала. В скором времени зал может перейти католикам и концертов там больше не будет. Как поделить памятник архитектуры, разбиралась Нина Курганова. Андрей Бардин больше 10 лет играет в Красноярском органном зале. И дает концерты как для взрослых, так и для детей. Это дело жизни. Совсем недавно музыкант узнал, что в этом городе его дело может стать историей. Власти заявили, не исключено, что здание, когда-то принадлежащее католической церкви, сейчас будет вновь отдано в собственность верующих. Ведутся разговоры, что на ремонт зал закроют уже в январе. В данное время не найдено здание, которое было бы готово принять орган и функционировать в качестве органного зала. Демонтаж и складирование инструмента означают неминуемое его разрушение и гибель. Будет ли он надежно закрыт каким-то саркофагом от строительного мусора, от строительной пыли? Или таким образом мы опять будем поставлены лицом к лицу перед угрозой демонтажа и потери единственного на весь Красноярский край духового органа? Педагог Вячеслав Кривоколеско истинный поклонник органной музыки хорошо помнит, как это здание выглядело раньше. В начале 20 века здесь и вправду была церковь, а после революции размещались объекты культуры, студия звукозаписи, радио, телевидение. Изношенное строение без башень мало напоминало католический храм. Возродить здание решили только в 83 году. Было решено построить на остатках католического храма или на руинах, каждый может подобрать синоним эпитет какой хочет, органный зал, именно органный зал. И больше ничего, и трудно даже представить, чтобы в советское время, во времена воинствующего атеизма, люди собирались строить католический храм. Через 10 лет в 93 верующим разрешили использовать зал для молитв между выступлениями. Но музыкантам уже тогда стало ясно, католики не прочь перевести здание филармонии в статус храма. Тогда это были только попытки, сейчас власти заявили, что не исключают такую возможность. Однако будут искать компромисс. Мы должны, мы обязаны и мы найдем формы, при которых с одной стороны и эта потребность будет удовлетворена, а с другой стороны возможности красноярцев, которые не имеют, собственно говоря, отношения к этому вероисповеданию, по тому, чтобы получить по-прежнему доступ к красивой музыке, к этому замечательному инструменту. Правда, как искать вариант, если перенести орган невозможно, а строить новый зал дорого, а верующим, похоже, нравится именно это здание. Нина Курганова, Николай Чистяков, Новости ТВК.